Прокомментировать эту тему мы попросим одного из самых опытных украинских адвокатов, Михаила Ильяшева. Он сейчас на связи со студией подробностей недели. Михаил, здравствуйте. Скажите, почему до сих пор существует вот эта дыра в реестрах? У людей могут спокойно отбирать недвижимость, власти с этим ничего не делают. А легко закрыть возможность применения таких схем мошеннических? Ну, в принципе, было благое намерение, чтобы упростить процедуру регистрации, убрать излишние формальности, и чтобы человек, продавая квартиру, мог немедленно перерегистрировать ее на нового собственника, и новый собственник мог ей сразу распоряжаться. Но, как оказалось, не все так просто, и те бюрократические перепоны, которые были раньше, многие сейчас уже вспоминают с ностальгией, потому что каждый опасается, в том числе за свою квартиру, что она в любой момент может быть переписана. И проблема тут, в принципе, не столько в законодательстве, сколько в недобросовестных нотариусах, недобросовестных государственных регистраторах, которые имеют возможность работать с реестром и вносить в него изменения. Я не соглашусь с утверждениями о том, что достаточно сложно расследовать такие преступления, как по мне их расследовать очень просто, потому что всегда за подобной перерегистрацией стоит абсолютно конкретный нотариус. И я уже достаточно много сталкивался в своей практике с тем, как нотариусы это делают незаконно, но пока еще не сталкивался ни разу с хакерскими атаками, в результате которых имущество было переписано. То есть я думаю, что все-таки хакерские атаки это является прикрытием для того, чтобы тот или иной нотариус сделал то или иное черное дело. А главное, что вряд ли какой-то нотариус вдруг один раз решил оступиться и переписать такую квартиру за тысячу, две или пять тысяч долларов. Как правило, это систематическая деятельность, и любой правоохранительный орган, он может просто собрав информацию о жалобах на того или иного нотариуса касательно подобных его действий, привлекать его к уголовной ответственности. Понятно, то есть ситуацию можно решить реальными уголовными делами. Хорошо, но все-таки у нас есть на сегодняшний день жертвы таких афер. Что им делать? Как вы считаете, насколько долгой может быть борьба за то, чтобы вернуть свою собственность? Может это затянуться на годы долгие? Вот это самая большая проблема. Для того, чтобы незаконно перерегистрировать собственность в реестре, потребуется несколько часов. Для того, чтобы потом вернуть все назад, иногда могут потребоваться долгие-долгие годы. А самая большая проблема в том, что возможно потом сегодняшнему собственнику, который потерял свою недвижимость в результате незаконной перерегистрации, придется бороться не только с преступниками, которые это сделали, а придется бороться с вполне добросовестным приобретателем, который на рынке просто купил эту квартиру через третьи-четвертые руки. И фактически люди начинают воевать между собой, а про виновника и преступника в этой ситуации просто забывают. Михаил, простые люди, они действительно беспомощны в этой проблеме? Можно дать им какие-то советы? Можно зафиксировать какие-то простые вещи, которые людям нужно сделать, чтобы обезопасить себя вот от таких мошенников? Раньше мы советовали тем, кто очень боится за свое имущество, хотя бы наложить на него какой-то арест. Это вызывало удивление у иностранцев, но у украинцев, в принципе, удивления не вызывало. Сегодня этот рецепт не работает, потому что тот же, кто незаконно может безосновательно перерегистрировать имущество, таким же другим действием, не менее сложным, может просто удалить существующий арест. Поэтому мне уже известны люди, и в том числе и крупные бизнесмены, которые имеют даже в штате специальных сотрудников, проверяющих ежемесячно наличие имущества, что его еще не переписали. Ведь это касается не только квартир, эта проблема, она также касается и корпоративных прав в компаниях. Кошмарная ситуация, конечно, сложилась, если честно, но спасибо вам, что разъяснили нам кое-какие-то моменты. На связи со студией подробности недели был один из лучших адвокатов Украины, Михаил Ильяшев. Продолжение следует...